Среди лесов 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 Эти процессы уже начались тогда. И в этом отношении, конечно, патриарх, приехав в монастырь, его визит, то внимание, с которым он отнесся в ходе посещения монастыря, буквально ко всем сторонам жизни монастыря, к его братьям, были, наверное, самыми запоминающимися. Для вас лично оптина – это глоток свежего воздуха? Вы знаете, не только свежего воздуха. Есть даже вот такой, может быть, небольшой мистический момент. Ну вот и жители Козельского района все знают, и специалисты знают, что вообще и та часть реки Жиздр, где находится монастырь Оптинский, Сосинский, Гранный холм, и та часть, где находится Козельск, берега Жиздры, они достаточно безводные. И что Сосинский снабжается за счет водовода, идущего 7 километров, что Козельск за счет двух станций подъема от буквально нескольких точек. Так вот, буквально не так давно в монастыре забил родник уникальной воды, живой, который стал для монастыря и для всех жителей, в общем-то, источником уникальных просто воды, уникальных свойств и качеств. Вот. Причем, откуда она взялась, ни специалисты никто понять до сих пор не может. Ну, может быть, не совсем удачный пример, но вот могу привести такой небольшой эпизод. Спасибо. Спасибо большое. Конечно же, Оптина невозможна без такого замечательного явления, как старчество. К мудрым отцам обители во все времена стремились люди. Так было и в судьбе Гоголя, Толстого, братьев Киреевских. А вот об оптинском старчестве, как об особенном явлении, наш следующий сюжет. Старцы – это самый сладкий плод Вертограда Христова. Это духовные маяки, ярко горящие в многометежной земной суете и указывающие заблудившемуся человечеству путь к настоящей жизни. Старцы являли чудеса прозорливости. Их молитва, как огненный столб, доходила до небес. Но любовь – это их главный подвиг. Их святость – это восхождение сострадательности и любви. Итак, с вопросом, наверное, в чем суть старчества, я хочу обратиться к владыке нашему. Старчество – это уникальное такое явление. И я скажу, оно было во все времена. Такое старчество – это духовничество о народе, попечение о человеке. Оно было и во времена преподобных Антония Феодосия Кипичерских, Сергия Радонежского, Нила Столобенского, Иосифа Володского, Пахнутия Боровского. Но в Оптиной пустыне старчество приобрело некий иной смысл, форму, характер, иное содержание. И это неудивительно, потому что, если мы сравним старчество разных периодов и гражданскую жизнь, то мы увидим, что Господь выдвигает старцев, духоносных людей в помощь людям, которые жили вокруг, именно в борьбе с их проблемами. У русского общества в XI, XII, XV, даже XVII веках были совсем другие проблемы, чем в XX веке. В XIX веке старчество у нас зародилось в начале XIX века. Преподобный Лев Оптинский, как бы основоположник старчества, он принес традицию сюда Паисия Величковского, вот умного духовного делания, и оно развивалось до, и существовало до первой половины XX века. Даже после закрытия Оптины, пустыни, старчество продолжало существовать. И преподобный, вот, допустим, Никон Оптинский, вот. Но здесь старчество приобрело совсем, как бы, иное направление. Господь дал разум вот этим духоносным людям отвечать на те вопросы, которые волновали общество. Тогда мы уже поминали здесь, что и Руслан Владимирович говорил, и я говорил, что зародилось вольнодумство. У людей в сознании, в сердце появились сомнения, есть ли Бог. И очень многие, увлекаясь западной философией, вот образованные люди, интеллигенты, они вообще относились к православию как к религии, вере неграмотных, необразованных людей. И вот старчество появилось в этот момент, чтобы подмочь этим людям вернуться опять к Богу. Пример, который я называл и писателей, и интеллигенции, и простых людей, когда они приходили в Оптину с одними чувствами и уходили совсем с другим настроением, он наглядно показывает, что старчество целило душу. Старчество было обращено... Это не духовник, старчество – это не такое, как вот мы ходим на исповедь для разрешения грехов. Старчество – это духовная помощь, это создание как бы внутренней атмосферы человека, когда он направляется и идет к Богу. Искоренение в жизни тех шероховатостей повседневных, освободение ума от сомнений, обретение веры, возвращение именно к вере – вот это старчество. Это вот особый вид служения, который Господь дал Оптиной пустыне и всей, скажу, всему православию, всей русской церкви в XIX веке. Старцы тогда были нужны. Старцы помогали народу. Противостоять вот именно против тех сомнений душевных, которые у них были. То есть, получается, это такие духовные стратеги для человека? Старцы. Старцы быстрее всего – это духовные врачи. Когда человек приходит к врачу, он говорит о своих симптомах – болит тот, а там ноет. И врач прописывает лекарства, так и старец. Старец выслушивает человека и потом дает духовные советы. И я скажу, вот такая примерно тактика у всех была. Когда приходил кто-то к старцу, он говорил, этот человек, старец просто молчал, склонив голову, и слушал. В это время он молился. Он молился, чтобы Господь ему открыл сердце человека. Он молился с тем, чтобы узнать вот именно духовный диагноз болезни, чтобы помочь. Старец не просто прописывал, как врач, а он старался понять проблему, внутреннюю проблему человека и помочь ее исцелить. А скажу то, что ведь проблемы все скрываются в сердце человека. Надо понять сердце человека. И вот старец сидел, слушал, когда тот выскажется, раскроет свою душу, чтобы увидеть эту духовную проблему. Спасибо. 14 апреля православные отмечали столетие со дня кончины преподобного в Арсенофе, одного из старцев оптинских. И вот о важности его духовного наследия для каждого верующего человека в интервью нам рассказал наместник монастыря Оптина-Постынь Архимандрит Венедикт. Для Оптины и для, сказать, даже России это дадо юбилейное столетие со дня кончины преподобного в Арсенофе старца Оптинского. И в этот день, естественно, нам, братьям обители, да и многим, которые живут, читают творения оптинских старцев, их поучения, конечно, очень важно знать и в этот день как-то окунуться самые, может быть, хотя бы главные поучения и назидания оптинских старцев и, конечно, старцев Арсенофе. Очень важно в старческом дослужении воспитать почтение. Когда будет почтение к старшему, что из этого самое главное? Тогда в душе человек рождается и оздоровляется что? Почтение и любовь к Богу. А без этого, если ты не можешь почитать родителей старших, тебе и Богу непонятно, что это Бог какой, почитай. 23 января 1918 года декретом Совета народных комиссаров Оптина была закрыта. Но монастырь еще держался под видом сельскохозяйственной артели, хотя в 1923-м закрыли и ее. Но старчество на этом не прекратилось. Последние старцы, преподобный Нектарий, преподобный Никон Исповедник и преподобные Исааки были арестованы, сосланы и приняли мученическую кончину. А вот когда на допросах Исаакию предлагали компромисс, он говорил, с креста своего не сойду. Безбожная власть сильно постаралась, чтобы в народной памяти не осталось даже намека воспоминания об Оптиной. И монастырь, естественно, подвергся осквернению и разрушению. Оптина тоже не осталась без пристального взгляда новых хозяев жизни. Она разделила судьбу всех обителей и храмов русской земли. Над ней надругались, и в журнале «Революция и церковь за 20-й год» в рубрике «Ликвидация черных гнезд» было сообщено о закрытии известной святыни. Старец Варсонофий Оптинский незадолго до своей смерти в 13-м году говорил о будущей русской трагедии. В страшное время мы живем. Людей, исповедующих Иисуса Христа и посещающих храм Божий, подвергают насмешкам и осуждению. Эти насмешки перейдут в открытое гонение. И не думайте, что это случится через тысячу лет. Нет, это скоро наступит. Я до этого не доживу, а некоторые из вас и увидят. И начнутся опять пытки и мучения, но благо тем, которые останутся верны Христу Богу. Оптину превратили сначала в музей, потом в сельхоз-артель, затем она стала домом отдыха, перед войной концлагерем для пленных польских офицеров и, наконец, в ее израненные стены вселилось профессионально-техническое училище. Еще старец Лев пророчествовал, что придет время, когда Оптинский эскид запустеет и в нем будут жить одни кошки. Мы продолжаем программу «Главное». И надо добавить, что многие оптинские насельники в общем претерпели мученическую кончину, причем при этом послужив примером стойкости духа. И даже термин такой появился, ну, новомученики. Владыка Климент, вот что важно знать для современного человека о новомучениках? Вот в чем польза вот этого знания? Вообще подвиг мученичества, он значим для церкви. Это свидетельство веры. Новомученики – это те свидетели, исповедники веры, которые жили в 20 веке. Это наши современники. Потому что многих, вот я скажу, в своей жизни я встречал людей, которые пережили гонения, пережили лагеря, репрессии, которые, я когда еще был маленьким совсем, приезжали и рассказывали, как закрывают храмы, как ссылают людей. То есть это было на глазах старшего поколения. Но очень важно нам знать такую вещь, что эти новомученики – это были такие же люди, не только епископы или священники, но и миряне, монашествующие. Они не отказывались от своей веры, они понимали, что вера в Бога ценнее, потому что все, что человек приобретает, как Господь сказал, что польза человека есть, и он весь мир приобретет, а душу свою погубит. И вот мученики, они стремились не иметь зависимости от того материального, вплоть даже своей жизни, ради любви к Богу, ради веры во Христа. И вот новомученики показали стойкость этой веры. Их было много. Много было на нашей земле. Это были святители, священномученик Августин, он был арестован в 1937 году с группой священников и мирян, в том числе вот мученик Алексий, он расстрелян был за то, что только исповедовали веру Христа. Видите, я скажу, что гонения, которые были в 20 веке на верующих, они имели юридические такие основания, никого за веру там не расстреливали, за веру по закону, тогда Конституция, там свобода была веры, но расстреливали как контрреволюционных деятелей, как противников советской власти. Была статья, под которую это все подводили. Если человек исповедовал иную идеологию, то он считался враг народа. Если эту идеологию, православную идеологию, православную веру, он распространял среди других, он ведет контрреволюционную деятельность. И вот за это, за это и репрессировали, ссылали и лишали жизни людей. Самое главное было у власти, оторвать людей от веры в Бога. Также я скажу, вот такое отношение. Закрывали храм, обязательно сносили колокольню, меняли облик храма, уничтожали колокола, уничтожали иконы, даже ценные иконы уничтожали. Вот. Почему? Что бояться было? Если не хотите верить, пожалуйста, не верьте. Почему народу запрещали верить? Это было боязнь. И это было настоящее вот гонение на Христа, на христиан за веру. И вот мученики, в том числе, и последние старцы, оптинские, они засвидетельствовали свою веру. И Господь продлевал их жизнь для того, чтобы они поддержали простой народ в их вере. Потому что для людей, пускай закрыта была Оптина, но они знали, что вот преподобный Никон, он живет, он писал письма. В это время очень широко была распространена переписка с духовными чадами. И через эти письма укреплялся человек, который получал письмо, вот, укреплялся в вере. Он давал другому почитать это письмо, чтобы и тот стремился жить по вере. Это очень важно. И я скажу, подвиг новомучеников, в том числе новомучеников, которые были на Калужской земле и последних оптинских насельников, очень важен был для сохранения веры и для сохранения самой России. Потому что если бы народ потерял веру, неизвестно, что было с Россией. Спасибо, Владыка. У нас в студии присутствует заместитель председателя епархиальной комиссии по канонизации святых проэтерии Андрей Безбородов. Скажите, пожалуйста, а вот много у нас на Калужской земле в Калужском крае новомучеников? Есть какое число? Сложно сказать много или мало, потому что это процесс. Мы знаем, что их десятки. Сейчас известны около сорока человек, уже прославленных в лике святых и новомучеников, и исповедников. И этот процесс продолжается. Работают с делами архивов ФСБ, работают с историческим архивом с делами и всплывают новые, новые, новые люди. Это действительно подвиг был массовый. Мученичество, исповедничество именно и на Калужской земле в том числе. Есть какая-то информация, каким сословиям принадлежали эти люди или нет? Мы, конечно, прежде всего занимаемся людьми духовного сословия, поэтому большинство из новомучеников, исповедников духовного сословия, но там есть и крестьяне, там есть и мещане самых разных сословий. Новомучеников тысячи, прославленных около сорока человек, а тысячи пострадало за веру. И церковь не всех прославляет, прославляет те, которые служат нам примером. А и пострадали во многих селах, во многих городах, за веру расстреливали очень много людей и ссылали. Вот как раз к Елене Валентиновне вопрос такой, да? Может быть какой-то город или вообще населенный пункт на территории тогда Калужской губернии, ныне Калужской области особенно, наверное, прославился в этом отношении или нет? Большое число священнослужителей и православных мирян было арестовано в Калуге. Я имею в виду из числа прославленных. В общем-то, специальной такой статистики нет, но тем не менее, как вот сейчас добавил Владыка, очень важно, что даже если подвиг всех тех, кто погиб за Христа, не будет прославлен тем, что они будут причислены к лику святых, каждый из них нес свой крест, каждый из них испил свою чашу страданий, и их страдания помогают нам укрепляться в вере. И вот в связи с этим я хочу сказать о том, что достаточно часто сейчас мне приходится бывать в северных краях, в частности в Ладейном поле на месте Сверлага, где погибли наши священнослужители, находясь в заключении, и в тех северных краях, и в самом Ладейном поле, и в монастыре Александра Свирского, и в Карелии, в Важеозерском монастыре, где не приходилось бывать, там почитают наших новомучеников, в частности священно-мученика Августина Беляева, и мы со своей стороны стараемся рассказать как можно больше о тех новомучениках, которые погибли вместе с Августином Беляевым, об священно-мученике Иоанне Спиранском, и о других. И когда бываешь вот в этих северных святынях, и люди узнают, что приехала я из Калуги, конечно, очень многие говорят о том, как им хотелось бы побывать и в Оптиной пустыне тоже. Ну, а еще, простите, что касается работы нашей комиссии, то по мере сил мы стараемся конечно увековечить память обо всех и о тех, кто причислен к лику святых, и тех, кто погиб за Христа и не причислен пока к лику святых. Спасибо. 1988 год для русского православия был знаковый. Тысяча лет прошла с момента крещения Руси. И в этом же году в Оптину приехали первые монахи возрождать и восстанавливать. В числе первого столичного такого православного десанта был игумен Мелхисыда, который сегодня у нас в студии находится. Сегодня он возглавляет столичное подворье монастыря. И у меня к вам вопрос. С каким настроением и мыслями вы шагнули на территорию тогда разрушенной обители еще? В 1988 году я был насельником Троицы Сергия Велавры и по благословению патиарха Пимена тогда в Оптину пустыне с архимандритом Евлогием на наместника монастыря поехало два иеромонаха и два дьяконы и четыре семинариста. Первые восемь человек. А чувство я вспоминаю, когда наместник сказал, ты должен привезти в монастырь на следующий день должен привезти антиминц, тот богослужебный предмет, без которого невозможно совершение божественной литургии. Когда мне объявили во время праздника в Троице Сергия Лавры на престольный праздник, что теперь я отправляюсь в командировку в Оптину пустынь, у меня были слезы на глазах, потому что не хотелось покидать любимую обитель, в которой был семинаристом и был пострижен, пиненосвященный сан. И когда я заехал в Патриархию и потом на машине вез на своей груди антиминц, то полдороги до Обнинска плакал, потому что я представил куда я еду, потому что за два года до этого мы побывали в разрушенном монастыре и по сравнению с Лаврой это были конечно просто руины. И вдруг по мере приближения к Калуге, потом к Оптиной, у меня вдруг возникла в душе такая ассоциация. Я раньше до армии работал на скорой помощи и имел представление о реанимации. И у меня возникло такое чувство, что сейчас вот этот антиминц это как живое сердце умирающему человеку. Вот сейчас это сердце новое приедет, этот антиминц, с чего начнется первое богослужение в монастыре и забьется новое сердце. И у меня сразу прошли слезы, печаль, так сказать, тревога об этом. И когда действительно на следующий день был 3 июня на Владимирскую, на День памяти Владимирской иконы Божьей Матери было совершено первое богослужение в надвратном тогда малюсеньком в храме, в котором помещалось всего 100 человек, это просто впечатление, что встает, оживает, воскресает мертвый человек. А потом так и началось. Сначала открылись глаза, потом зашевелились руки. На Успене уже в Веденском соборе был открыт предел святителя Николая, а на 23 октября, на день кончины старца Амросии Оптинского прошло всего несколько месяцев. Июнь и октябрь месяц. Уже позолоченный купол Веденского собора, восстановленные стены, и первое богослужение это весь Козельск, весь Сосинский. То есть это торжество православия, это торжество чуда божественной жизни, который вдыхает, вдыхает в это уже казалось бы безжизненное тело вдыхает новую жизнь. Это благодарный восторг и благодарность Богу за то, что Он творит такие чудеса через людей. И потом на протяжении всей истории, современной истории жизни Оптин и Пустыни это, конечно, бесконечная помощь Божия с помощью тех людей, которые несут подвиг в своей жизни, в том числе и новомученики, в том числе и жизнь, и пример убенной, братья наши, которых мы сегодня вспоминаем, и помощь тех бесчисленных людей, которые приезжали, приезжают в Оптин и Пустынь, неся сюда свои и труды, и молитвы, свои сердечные переживания, свое деятельное участие в жизни монастыря. Поэтому вот этот промежуток времени это бесконечная благодарность Богу за новое чудо воскресения, возрождения монастыря Оптин и Пустыни. Спасибо большое. А у нас есть видеоматериал о том, как восстанавливалась Оптина. Давайте посмотрим. Конец 80-х годов и начало 90-х было каким-то особенным временем для русской церкви. С каким усердием, с какой трогательной любовью, с каким трепетом принялся народ за восстановление своих духовных родных святынь. И не только бабушки, а люди всех возрастов и сословий наполнили восстанавливающиеся храмы и монастыри. В церковь пришли те, которых не удовлетворяла чечевичная похлебка земной жизни, кто почувствовал своим сердцем бесконечную красоту православия, кого вдохновила неугасающая евангельская новизна. Оптина тоже была возвращена церкви, и люди стали возвращаться в Оптину. Почти с самого начала открытия монастыря туда стала съезжаться молодежь. И нам сегодня очень интересно, каков был дух той Оптиной. И у нас в студии присутствуют очевидцы, тогда сотрудники телерадиокомпании КЭТ, журналисты, а сегодня это протерей Андрей Богомолов. Бочек, расскажите, пожалуйста, как вы приехали в Оптину? Какое было время, какое было настроение? Для меня это было время моего поиска осознания своего места в жизни. И в Оптину меня привезла моя матушка. Она уже к тому времени не раз там бывала. Мы с ней познакомились как раз на студии КЭТ. и в общем-то как-то видел в ней такого человека, который интересуется тем же, чем и я. Пытается найти ответы на те же самые вопросы. И вот потом выяснилось, что она ездит в Оптину и там получает самые главные ответы на самые главные вопросы. поскольку я был в то время представителем одной из субкультур молодежных, я был хиппи, слушал рок-музыку, то мне, конечно, было интересно пообщаться с человеком подобным мне, по настроению, по духу. И там как раз такой человек был, Лугумен Сергий Рыбко, тогда насильник монастыря. К нему съезжалось очень много молодежи, именно молодежи такой ищущей, думающей. Вот. И мы, собственно, вот с ним там встретились и это общение продолжается уже почти 20 лет. Вот. Он стал моим духовником. А настрой, который был в Оптиной, ну вот я говорю, что туда ехали люди, которые не могли найти ответы на свои вопросы в повседневной жизни, в том мире, в котором они жили. Вот. собственно, это были запросы души, вопросы духа. Вот. И только в там, в святом месте люди, которые живут этим, они могли поделиться, вот, именно открыть и подсказать, действительно, вот, найти, помочь найти ответы на эти вопросы именно там. вам в чём-то помогли вот те советы, которые вам давал ваш духовник? Если он теперь протеерей, наверное, помогли. Помогли во всём, да. Это было, конечно, такое для меня новое рождение. Вот. Мы сегодня говорим о насильниках Оптиной пустыни. Так получилось, что первая моя встреча, даже не первая встреча, а именно первый разговор о Боге у меня состоялся именно с отцом Трофимом, вот, убиенным, вот, на Пасху. Это был совсем небольшой разговор, и даже, может быть, не важно было особенно, что он мне говорил. То есть, он был очень немлагословен, отец Трофим. Вот. Но как он говорил, и с какой любовью, вот это было важно, мы сейчас ищем какого-то чуда, хотим прийти в храм, увидеть чудо, и самое главное чудо, которое, с которым мы встречаемся, в общем-то, и которое являет православию миру, это любовь. Вот для меня такую любовь явили насильники Оптиной пустыни, вот отец Сергий, отец Трофим, вот, ну, и другие, вот, братья, которыми я как-то встречался, вот, отец Милхиседека и отец Тихон, ну, со всеми, они для меня, вот, были таким примером, и как раз, вот, явили для меня то, что я не ощущала в этом мире, вот, именно, вот, любовь. Что-то, что-то добавить. Дороги журналиста неисповедимы, да, вот, и журналист может приехать в Оптину. Да, ну, попала я туда как раз, еще не будучи журналистом, можно сказать, благодаря Оптиной я стала журналистом, но это другая история. Хотела сказать вот что, что привело туда меня впервые, я услышала такую формулу от человека из Питера, тоже одного из представителей некоторых там субкультур, который был уже потрепан жизнью к своим 19, там, или 18 годам. Это было очевидно совершенно. И он сказал, что он когда переступил порог Оптиной пустыни, он впервые за многие годы почувствовал то место, где не надо защищаться ни от кого. Он пришел к людям, которые его приняли вот с таким, какой он есть, с распростертыми объятиями, и пытались ему помочь во всем. И вот мы когда туда попали, это было, в вашем ролике говорится, там были не только бабушки, но люди разных возрастов, это была сплошная молодежь. Вот, как свидетель, как очевидец свидетельствую. То есть, Веденский храм был наполнен, просто услан матрасами по вечерам, и там просто спали все со всех концов земли собравшиеся молодежь, все там спали. Самое было удобное место, которое стремились занять, это на клиросах, потому что они немножко были приподняты, деревянные такие подмостки. И вот все это устилалось, весь храм, представьте, весь храм вот так вот был заполнен. И нам давали некоторое послушание, ну, мы приехали на Богомолье, ну, было очевидно, что люди и только ищут Бога, они его еще и не знают, и они стремятся познать. Но некоторые послушания все-таки давались там на огороде, огороде какой-то там был. И вот когда у тебя не было послушания в какой-то там дневные часы, например, можно было прийти в гостиницу, и если ты видишь кровать свободную, это было такое счастье, завалиться на эту кровать, потому что получал, просто ощущал блаженство. Знаете, как пост. Вот человек не постившись, он не знает вкуса пищи. Человек не спавший на полу, он не знает вкуса отдыха. Вот так вот заваливался на эту кровать и получал вот такое тоже утешение. Спасибо. Вот с одной стороны, да, вы туда приехали молодыми, а у нас в студии есть гости, которые были детьми. Вот поднимите руку, кто детьми поехал в Оптину. Поделитесь своими впечатлениями. Ну, мы попали туда детьми, действительно. Как зовут вас, значит? Меня Надежда зовут. Попали туда детьми, да, благодаря нашей учительнице, преподавательнице. Когда это было, в каком году, почему-то уже не помнится. Ну, в общем, совсем маленький. Пятый, шестой класс. Наверное, отец Милки Седекс более точно помнит. Ну, для нас это, конечно, ну, во всем, как и для меня, Оптин — это ассоциация, это детство. А детство — это всегда счастье, любовь и какие-то там, ну, в общем, не знаю. Положительные эмоции, да. Потому что это вот… Мы были в детстве, были беззаботные. Мы ходили там тоже какие-то там грядочки, у нас были послушания. Ну, все это так воспринималось легко, не знаю. Да, да. Я думаю, что для, допустим, для моей дальнейшей жизни это сыграло большую роль. То есть вот когда момент переходного возраста, то есть мы не один год ездили, мы это где-то с пятого до одиннадцатого класса, мы каждый год ездили. Да, это было либо летом, вот пару раз мы были на рождественские каникулы, то есть каникулы, естественно, когда школьники могут себе это позволить, на каникулы. Ну вот сейчас с возрастом осознаешь, что большую роль сыграла. Ну, во всяком случае, для меня, не знаю, как для остальных. Ну что лично для вас? Дисциплина. Ну да, дисциплина, да, моменты отношения с ровесниками, и вообще, да, потому что вот 13-14 лет, возраст такой агрессивный, так скажем, ко всему. А так оно как-то вот давало какое-то успокоение, я не знаю, такое нормализовало духовное состояние. Так, еще. Мы одного возраста, ученики 25-й школы, города Калуги, и начинали ходить просто в кружок ревический, а оказались в Оптиной. Вот, и это, конечно, воспоминания нас объединяют, вот сколько времени проходит, а вот именно поездки, вот эти нас объединяют как раз, именно поездки, и наша общая работа, общий отдых, это и отдых для нас был тогда, это каникулы, это лето, это такой новый мир, это что-то такое сокровенное, куда нам разрешили проникнуть. И для нас, конечно, это было столько всяких открытий. Целый мир открылся какой-то, да, о котором вы не знали. Да, мы жили в башне, мы находились, где мы, с полюбами. Ну, мы как бы родились еще в то время, когда православия еще не было, то есть наши родители, ну, мои родители, они не знали, там, походы в церковь, вот эти вот всего, вот что это было забыто, потому что их учили в советское время. И, да, для нас это было открытие, что есть вот такая жизнь, что вот есть совсем другой иной мир. Здравствуйте, меня зовут Елена, я многодетная мать, преподаватель юридического колледжа Международной полицейской ассоциации, жена священника. В Оптину я попала, когда мне было 9 лет, и вот здесь говорили, то, что Оптина помогает обрести веру. Но ведь веру обрести мало, надо ее пронести через всю жизнь и сделать своей жизнью, то есть чтобы эта вера принесла плоды. И вот в Оптину я попала, уже имея эту веру, и монастырь, вот весь тот дух, о котором говорилось сейчас много, это был 89-й год, это была еще разруха, вот весь этот дух помог мне пронести эту веру до взрослого состояния, не утратить ее. И я могу сказать, что на мое воспитание и формирование как человека, наверное, большее влияние оказало Оптина, чем даже мои собственные родители. Спасибо. Вот так бывает в судьбе. Спасибо. Мы уже затронули одну из тем нашего разговора. Это скорбная трагическая дата, дата, когда в Оптине случилась беда. В пасхальную ночь 1993 года были убиты три насельника Оптиной пустыни. У нас есть небольшой фрагмент из фильма «Я по вселенной промчался, как птица», где представлен фрагмент интервью отца Василия за 9 дней до скорбной даты. Давайте посмотрим. Нам Святое Писание говорит так, что Бог не есть Бог мертвый, но есть Бог живых. Бог и все живы. И поэтому, поскольку мы служим именно такому Богу, который воскрес и победил воскресенье и смерть, у него нет смерти. У Бога нет смерти, и не существует. Она существует только вне Бога. Поэтому это вполне естественно, что в общем, как жива. У нас такого даже вопроса быть не существует для человека верующего. Духовность России – это Христос. Он говорит нам, ей есть истина, путь и жизнь. Мы продолжаем программу «Главное» и хотим обратить ваше внимание на то, что полностью фильм будет показан в программе «Родной образ». Это случится 21 апреля в 12 часов дня на нашем телеканале. И на студии есть гости, которые были знакомы с погибшими монахами лично. Вот чем эти люди вам запомнились, отец Милхи Седак? Жизнь монаха, она сокровенна. И больше всего я был знаком с отцом Василием. Впоследствии, после трудов, после воспоминаний, уже была приоткрыта и жизнь отца Трофима и отца Ферапунта. Есть такое мудрое выражение у одного человека. Он сказал, что слабый ищет виноватых, а сильный ищет Бога. Они действительно были сильными, сильные люди духом. И самое главное, что потрясающая целеустремленность. Есть такие воспоминания. На второй неделе поста отец Трофим Панамарит, служит отец Тихон, и он говорит, но вот теперь можно и разговеться. И принимает просфору. Это на второй неделе Великого Поста. И он с удивлением говорит, неужели? Он говорит, да мы люди привычные. То есть для нас это было, вот сейчас это сложно себе все это представить. А отношения жизни отца Трофима, а Ферапунт говорили о том, что ты хоть слово скажешь когда-нибудь? То есть люди шли в своих подвигах до конца. То есть они были максималисты, как каждый из них. Один в одну сторону, другой в другую. Например, отца Трофима удивлялись, как он все время, все время разговаривает с народом. Один все время молчит, и у него в келье последнюю запись его дневники отца Трофима нашли. Запись Исаака Сейна, и там были такие слова. Молчание, таинство, будущего века. А Трофим все время с народом разговаривал, потому что был засеченным ящиком, и все время пытался народу объяснить одно, другое, третье. И все говорили, ну какой же он монах, без конца, только с народом все время в таком веселом настроении. А он радовался, что он обрел веру, потому что когда он жил в Сибири, он сказал, там где нет храма, там нет жизни. И он уехал из дома, чтобы найти жизнь. И вот такие две крайности. Молчун и человек, который все время на людях. А вот отец Василий, а он был посередине, его имя такое, Василий Василев, царь, у него царский средний путь. И тоже все по максимуму, когда в Великую Субботу он исповедовал перед Пасхой, как раз перед той самой Пасхой, оказалось, что он исповедовал с утра и почти до крестного хода. А это узнали потом, когда спросили, он в трапезную приходил или нет. Оказалось, что он в трапезную не смог прийти всю Великую Субботу. Вот какие это были люди. И Бог принял подвиг и жизнь и одного, и другого, и третьего. И молчуна, и человека, который все время на людях, и человек, который шел царским средним путем. А с личным общением отца Василия запомнился такой момент, который всем нам, и кто сейчас смотрит нашу передачу, главное, может быть запомнится главное. Я наблюдал его во время экскурсии, люди спросили, вот у вас столько храмов в монастыре, а зачем только количество храмов? Можно же молиться и в душе. И вот я, например, учительница, у меня Бог в душе, я тоже молюсь, призываю его имя. Он говорит, ну это, конечно, все, и это тоже все хорошо. Но вот представьте себе, молиться одному дома, это все равно, что грести в лодке веслами, а молиться в храме – это плыть в корабле. Вот и сравните, как вам лучше добраться до конечной цели. Запомнилась их целеустремленность, мужественность и бесконечный, бесконечный подвиг служения Христу и Церкви. Спасибо. Я хочу спросить у Марины Богомоловой, главного редактора газеты «Вера Молодых» и сотрудника нашей телерадиокомпании. Марина, у вас же был в жизни случай, когда вы приехали в эту пасхальную ночь, чтобы взять интервью у отца Василия? Нет, история была не совсем такой. В эту пасхальную ночь мы приехали снимать пасхальную службу. С камерой? Да. Вот именно для этой цели. А про интервью это история предыдущего времени. Я договорилась уже в Оптиной пустыне с одним армонахом о том, что у нас будет передача записываться. Но для того, чтобы в монастыре записывать передачу, нужно получить благословение наместника, иначе невозможно этого сделать. Вот. И я отправилась к наместнику, к отцнаместнику Венедикту, чтобы получить это благословение. И он, конечно, не знал, что у меня уже существует договоренность с каким-то конкретным армонахом. И он выслушал меня внимательно подумал. Я объяснила, что такая-такая передача на такой-то телестудии будет показана. Вот. И он, размышляя, говорит, да, можно поговорить. Вот с отцом Василием можно поговорить. И дальше идет еще ряд имен по порядку, в том числе и тот армонах, с которым я договаривалась. И я, получив это благословение, с радостью побежала к тому армонаху, с которым договаривалась. И тут происходит вот это событие в Оптиной пустыне в пасхальную ночь. И у меня обратный отсчет в голове начинает срабатывать. И я понимаю, что значит послушание. Понимаете, муж не искушен, не искусен. Если ты сам не прошел какое-то испытание, не применил его к себе, ты это плохо усвоишь. Поэтому учиться на своих, а не на чужих ошибках. И я вдруг вспоминаю, кого первым мне отец-наместник назвал. С отцом Василием надо было поговорить. А потом еще мне все время напоминали интервью, которое вы сейчас фрагмент показывали. Брала девушка. И ко мне многие подходили и говорили, Марина, ты брала интервью. Понимаете, такое напоминание опять укор. Вот в чем проявляется непослушание. Ты не послушался? Бывает и так, ты сделал хорошую передачу, а мог сделать еще лучше. Мог сделать уникальную передачу, например. И больше пользы принести. Вот такой был случай. В Оптину мы приехали. Последний разговор у нас скорее был с отцом Трофимом, когда они вышли перед началом чтения апостолов звонить на колокольню. Он звонил в такой большой зазвонный колокол. В эту же ночь, да? В пасхальную ночь, да. И мы оказались с оператором прямо напротив него. Ну и оператор направил на него камеру, а отец Трофим говорит, у, прям как автомат направили. Ну и мы все это свели потом на шутку. Но самое удивительное, что когда все это произошло, мне вот этот вот параллель с автоматом всплыло тут же в голове. А второе, что самое удивительное, что этих кадров у нас не оказалось. То есть в этот момент... То есть оператор в этот момент либо забыл включить, либо я не знаю, что произошло, но вот этих кадров у нас не оказалось. Спасибо. Вот каждый, наверное, единожды посетивший Оптину пустынь и прикоснувшийся к этому действительно святому источнику духовной мудрости не мыслит более без ее духовного водительства своей жизни. Это святое место становится настоящим путеводным маяком и следовать которому, в общем, и польза, и награда. Так порой хочется, чтобы, наверное, вот этот маяк сиял на всю страну, он, в общем, и сияет на всю страну, но чтобы об этом маяке все-таки знало как можно больше народу. Вот такая возможность теперь появилась. общероссийский конкурс, который проводит Российское географическое общество, призван назвать 10 чудес России. И Оптина в числе номинантов в этом конкурсе. И подробнее об этом конкурсе я хотел бы попросить рассказать заместителя губернатора Руслана Владимировича Смоленского. Спасибо, Павел. Ну, действительно, Русское географическое общество сейчас проводит конкурс и на сайте 100Russia.ru можно ознакомиться с теми достопримечательными местами России, уникальными местами, которые принимают участие в голосовании, в народном голосовании. И мы бы хотели всех наших жителей Калужской области, всех друзей нашей области проголосовать на сайте nikotv.ru на сайте nikotv.ru уже прямой идет адресация к оптиной пустыни, за оптину пустынь и таким образом поддержать нашу святыню. Давайте действительно поддержим нашу святыню и проголосуем. Я повторю, что проголосовать за оптину пустынь наши зрители могут на нашем сайте nikotv.ru Голосуйте, пожалуйста. Буквально немножко у нас времени остается и я хотел обратиться к владыке вот с каким вопросом. Насколько важно по-вашему обращать внимание общественности СМИ к центрам православия, к духовным центрам православия? Я думаю, нам надо всем обращать внимание. Сегодня замечательная передача и когда говорили, вспоминали встречу с Оптиной в детском возрасте, я вспомнил свой детский возраст. У меня была тогда троица Сергия Лавра. И что очень важно, мы с детства ходили в храм, у нас был приходской храм, ходили на исповедь, Оптина научила нас понимать свои грехи. То есть Лавра научила понимать свои грехи. Духовники относились с вниманием даже вот к ребенку такого возраста, маленького. Как надо каяться, как надо вставать перед Богом. И очень важно, чтобы мы уносили Оптину в своем сердце. Оптину как центр духовной жизни. Чтобы понять это, чтобы лучше познать Оптину, нужно идти туда с верой, а не как турист. Не посмотреть, а с верой войти в Оптину, с верой в Бога, с молитвами к преподобным отцам оптинским. И очень важно, чтобы не только жители Калужской области, жители Калужской области знали, а надо шире, все должны знать и приезжать в Оптину. Это та духовная лечебница, которая необходима нам сейчас. Необходимо каждому человеку, пусть он считает себя верующим, все равно надо приезжать, потому что переступая или пересекая вот это врата Оптины, ты входишь в другой мир. И уже другие чувства, другие ощущения бывают у человека. Но надо входить в Оптину с верой и с чувством покаяния. Вот старцы оптинские, великие духовники, оптинские, они всегда подчеркивали важность, чтобы сердце было раскаивающееся у человека, чтобы человек видел свои грехи. И подобные передачи очень важны, потому что они покажут путь, дорогу в Оптину для многих. Я желаю успехов всем, кто трудится в этом направлении, а каждый, кто будет приезжать в Оптину, пустынь, пускай обретает веру и очищает там сердце. Спасибо, Вадыка. К сожалению, время нашего эфира пришло к концу. Спасибо всем, кто пришел к нам сегодня в студию. Спасибо всем, кто разговаривал, общался с нами. И, собственно, еще раз хочу напомнить, что проголосовать за Оптину пустыню можно на нашем сайте никтв.ру. Спасибо. До свидания. До свидания. Мы с вами в Оптиной пустыне. Один из ее основоположников, основателей, старец Усанофий сказал об этом месте. Исчезнет без труда твоя печаль. И ты увидишь полное изумление иной страны, сияющую даль, страну надежд, страну обетования. Оптина пустынь это воистину восхитительное, загадочное, мистическое место в России. Такое ощущение, что в этом месте Господь поцеловал русскую землю. И в месте этого поцелуя восстали эти храмы дивные, эти соборы, эти золотые купола. Это волшебное место, куда, может быть, 150 лет тому назад переместился таинственный свет. Свет оптиной на далеком Кипре. Там, на самой границе с Турцией, стоит монастырь Георгия Победоносца. Настоятель его, архимандрит Семен, еще студентом прочитал братьев Карамазовых Достоевского. Образ старца растрогал его до слез. Став настоятелем Георгиевского монастыря, в обители он осветил храм в честь наших преподобных. Далекий Кипр и чудный свет Оптиной. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok